Несколько дней в Израиле продолжается вооруженный конфликт с палестинскими исламистскими движениями из сектора ГАЗа. О причинах ракетного обстрела расскажем в следующем сюжете. Это здесь, рядом. Вон оттуда огни улетали, ракеты летели с ГАЗа. Обострение отношений между Израилем и исламистским движением ХАМАС привело к взаимным воздушным ударам. Пресс-секретарь армии Израиля Джонатан Конрикус рассказал, что с 10 мая из сектора ГАЗа было выпущено более тысячи ракет. 850 из них взорвались на израильской территории и были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол». По последним данным, с обеих сторон погибло более 50 человек. Свыше 250 человек получили ранения. Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке не редкость, поэтому жители Израиля знают, где и как укрываться от обстрела. Как это обычно происходит? Обычно все бегут в комнату безопасности. Мы заранее закрыли вот там окна металлическими ставнями. Это все для того, чтобы если ракета вдруг, не дай бог, попадет в этот дом, чего, я надеюсь, не будет, какими-то осколками, что-то еще сюда ничего, по идее, не залетит и не травмирует. Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейхджар в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того, мусульман решили не допускать на священную для них храмовую гору. Основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, заставив верующих покинуть мечеть. В результате столкновений пострадало более 300 человек. С момента возникновения государства Израиль возникал вопрос, кому исторически принадлежит эта территория, принадлежит ли она арабскому населению или она принадлежит исторически еврейскому населению. Этот конфликт территориальный, он во второй половине XX века возник, неоднократно обострялся. И в XXI веке вот этот территориальный спор до сих пор не урегулирован. Есть такое выражение «черные дыры», да, то есть это те конфликты международных отношений, которые не могут быть урегулированы одномоментно. Как выйти из этого состояния, постоянно тлеющего конфликта, но вот, к сожалению, какого-то рецепта предлазить сейчас достаточно сложно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлюд Чавушаглу в ходе телефонного разговора призвали стороны конфликта в Восточном Иерусалиме проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священной для мусульман месяц Рамадан. Ариадна Кугушева, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова